Опозоренная Кристина Бухенбалтер разрыдалась, когда все узнали, какая она в постели. Всем привет! Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. Не успела Кристина вернуться на поляну, как уже об этом пожалела. Вот уже третьи сутки не утихают разборки между Кристиной и Артемом. Кроме того, в них оказался замешан и Леша Адеев, которого сама брюнетка считает близким другом, вопреки просьбам Артема свести общение к минимуму. Неудивительно, что именно Леша Бухенбалтер поведала об очередной порции унижения от Гранта. Девушка не стала скрывать, что в этих отношениях все время чувствует себя униженной. Более того, Артем умудрился наградить ее комплексами, причем буквально на ровном месте. К примеру, Грант пустил шутку о постоянно грязных волосах избранницы. Хотя, как уверяет сама Кристина, она моет голову ежедневно. А вот последней каплей для девушки стал Степа и Френда по поводу ее интимных способностей. Со слов Артема, выходит, что в постели Кристина просто никакая. Зрителям интересно, как долго еще Бухенбалтер будет хавать от Гранта такие унижения. Кстати, Васильев считает Бухенбалтер Гранта хайпажорами. Признается в своем прямом эфире Дима Васильев, что он считает Кристина Бухенбалтер и Артема Гранта хайпажорами. Накануне Артем и Кристина помирились в очередной раз, дружно теперь сидят в телефоне, выискивая отзывы и обсуждения своей пары в социальных сетях и благосфере. Как будто на телестройке есть те, кто пришел не за публичностью и известностью, а за реальным опытом отношений. Неужели Дима Васильев себя к хайпажорам не относит, а сидит на проекте вместе с более активной и яркой Викторией Бахаревой из любви к искусству или к протеиновым коктейлям, которые столь усиленно рекламируют? С другой стороны, в микроблогах участников, включая Диму Васильева, все чаще звучат нотки недовольства тем форматом отношений, которые сложились у Кристины и Артема с надоевшими ссорами и примирениями. Притирка характеров идет или создание ярких эфиров Дома-2, как считаете, друзья? Напишите в комментариях. К примеру Андрея Черкасова следует Леша Безус, отстаивая патриархат. В какой-то степени все-таки телепроект Дом-2 является зеркалом жизни, пусть кривым и засиженными мухами. Так, к примеру Андрея Черкасова следует Леша Безус, отстаивая патриархат на телестройке в жизни. Только вот не устарели ли эти взгляды ведущего Черкасова и проектного хитреца Безуса, как считает Катя Горина, представляющая более молодое поколение? Черкасов всегда позиционировал себя как сторонника патриархальных отношений, хотя и не умеет достойно парировать другим звездам телевидения, той же Ольге Бузовой или Ксении Собчак. Теперь в рядах строителей любви у него есть последователь, выбросивший из себя на проекте кое-какое место вместе с беременной подругой Татьяной Репиной Леша Безус. В реальной жизни, как показывает опыт тех же выпускников Дома-2, женщины быстрее адаптируются к повседневной жизни, лучше раскручивают свои страницы в Инстаграм и не слишком озабочены вопросами феминизма и равноправия, так как постоянно заняты. Тем более, что им как раз приходится заботиться о детях. Таких сторонников патриархата, как Леша Безус, неплохо устроились Черкасов и Безус, прикрываясь традиционными ценностями и устаревшими принципами. Разве не так? Надолго того же Безуса за воротами не хватило. Совсем иное лил со своего аккаунта в сети. Потом тоже страдать от образа привитого на Доме-2 будет. Адриана Утина думает, что дружба на проекте спасет ее от вылета. Выпроводив Сергея Сидорова за ворота, Адриана переключила спектр своего внимания не на построение романтических отношений, а на дружбу. Для этих целей пока она выбрала Элину Затолочную. Также Утина очень волнует вопрос о существовании дружбы между женщиной и мужчиной. Наверное, дело в новеньком участнике, который выразил симпатию Яни Захаровой. Зрители смогут увидеть его в вечернем выпуске телестройки. Молодой человек, заинтересовавший участниц своим домашним видео, ухаживал за Яной, но вскоре устал, высказал Захаровой претензии и наговорил ей множество гадостей, после чего сдружился с Утиной. И Захарова опять осталась неудел. По мнению Адрианы, мужчина может дружить с женщиной либо после окончательного завершения их романтических отношений, либо при условии, что они друг другу не нравятся внешне. Возможно, что в понимании Утины дружба – это некая коалиция и команда, с помощью которой есть шанс подольше задержаться в периметре. Так, Адриана уже не одна будет на лобном месте кричать на Захарову, а уже с парой-тройкой друзей. После случившегося Катя Горина устроила истерику в МФЦ. Екатерина достаточно давно говорила о смене фамилии, а брак с Артуром Николычиком стал отличным поводом это сделать. Впрочем, в МФЦ, где ей пришлось менять все документы, Горина наверняка успела пожалеть о своем решении. Сторис-девушка вынуждена была признаться, что заполнение всех заявлений закончилось ее истерикой. Бланк, выданный сотрудницей. Участница Дома-2 переписывала порядка десяти раз. К счастью, на помощь ей пришла все та же сотрудница многофункционального центра. Пока Катя пыталась успокоить нервы сигаретой, девушка заполнила за нее все документы. К слову, сама Горина уже нашла себе оправдание и возмущена, что хейтеры обвиняют ее в тупости. В действительности же у девушки есть диагноз, в котором она уж точно не виновата. Екатерина убеждена, у нее дисграфия. Якобы от невнимательности она путает местами буквы и допускает глупейшие ошибки, хотя знает все правила и в целом считает себя грамотным человеком. Алена Савкина будет следить за сыном в детском саду онлайн. Бывшая участница Дома-2 рассказала подписчикам о важном моменте своей жизни. Она отдала маленького Богдана в детский сад. Сначала малыш будет заниматься по полдня, а через неделю начнет оставаться на целый день. И идет Богдан сразу в группу детей постарше от 3 до 4 лет, потому что с такими детьми ему комфортнее. Алена Савкина будет следить за сыном в детском саду онлайн, потому что в группе стоят камеры. Это ее устраивает, ведь она знает, что с малышом ничего плохого не случится. Савкина решила отдать сына в частный детский садик, где два раза в неделю детей осматривает врач. С ним занимается логопед, у них есть английский, музыка, лепка и спортивные занятия. Но Алена все равно переживает, ведь совсем недавно увидела в торговом центре, как маленький мальчик потерял папу и поняла, что родители должны быть ответственными. Дима Дмитренко тоже пытался устроить свою дочь Василису в детский сад по бартеру, но ему помешали антифанаты. Сможет ли Савкина отправить Богдана в новую жизнь или хейтеры своими жалобами в адрес администрации детского заведения быстро обнулят ее инициативу, как считаете? Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные новости. Кликайте прямо сейчас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. До новых встреч!